Нур-Султан и Сеул намерены совместно производить спутники дистанционного зондирования Земли. Отметил Космос одно из новых направлений сотрудничества для двух республик, но точек соприкосновения немало. В Казахстане планируют создать группировку из 18 спутников дистанционного зондирования Земли – КАС-ЭОСАД. А Корея недавно запустила с Байконура аппарат, практически все детали которого разработаны и изготовлены в этой же стране. Мы все-таки хотели бы рассмотреть участие корейских компаний не только как поставщиков комплектующих, но и в совместном инвестиционном участии в этом проекте. Поскольку нам известно о очень хороших наработках компании Сатрек в области распознавания, дешифрирования спутников с космических аппаратов. У нас есть также хороший опыт применения этих снимков для решения задач различных отраслевых органов. И хотелось бы с тем объединенным потенциалом и опытом, накопленным в двух стран, все-таки начать выход с продуктами на глобальный рынок, геоинформационными продуктами. Стороны намерены взаимодействовать и в сфере энергетики и минеральных ресурсов. Представители двух стран обсудили совместные проекты по строительству завода по производству базовых масел в Шемкенте и расширение проекта по строительству в Казахстане газонаполнительных станций, а также перспективы партнерства в атомной энергетике и металлургии. На протяжении 15 лет Казахстан и Корея установили крепкие партнерские отношения в области атомной энергетики. Последние контракты, заключенные нами, был контракт в январе 2020 года, который успешно был исполнен в марте 2020 года. Также у нас есть долгосрочный контракт с нашей дочерней компанией и с Кейченпи на поставки с 2025 по 2029 годы. 10 миллионов тонн феросиликона. Казахстан и Республика Корея намерены обмениваться и наработанным опытом как в сфере лесного хозяйства, так и в области АПК и цифровизации водоснабжения.